Возможно, демонстрация. Да, сейчас. Все, готово. Подключайтесь и будем начинать. Коллеги, добрый день. Рады видеть вас на нашем вебинаре «Программатик в условиях пандемии, карантинных ограничений, самоизоляции и всех проблем, которые вдруг в этом году догнали наш рынок. Я думаю, в теме программатика есть много интересных изменений. Опять же, медийный рынок в этом году сильно изменится с учетом того, что уменьшается объем медийной рекламы как таковой, которая работает напрямую. И, соответственно, наши коллеги сегодня расскажут о всем, что нас ожидает в этом году, как справляться с проблематикой, которая получилась, создалась, соответственно. И тогда передаю слово сразу Наталье. Она сделает вводную часть, как раз расскажет про ситуацию на рынке и перейдет уже к Надежде, которая расскажет про возможности «Программатика» в нынешних условиях. Наталья, вам слово. Всем привет. Спасибо, что вы присоединились к нашей онлайн-лекции сегодня. Я вам расскажу в целом об экосистеме «Программатик», о нашей платформе, об антифроде и о том, как работать с рекламными кампаниями. Ну, прежде всего, нужно понять, что такое «Программатик». «Программатик» — это автоматизированная закупка рекламы. И в основном вся эта закупка рекламы происходит через аукционные RTB. Это технологии, которые открыты для любого рекламодателя и позволяют в режиме реального времени автоматически закупать медийную рекламу. Это тот аукцион, который мы привыкли видеть с торгами, но только вместо реальных людей там торгуются платформы. При этом скорость всего этого аукциона занимает всего миллисекунды, то есть во время загрузки страницы сайта. Все это происходит. И выкупается в этом аукционе каждый показ отдельно, то есть происходит таргетинг. Каждый рекламодатель выкупает именно тот показ тому пользователю, который является для него целевым. Соответственно, с помощью настроек таргетинга можно выделить из всей массы пользователей интернета именно тех пользователей, которые вам подходят. Если говорить об основных игроках, то их три в программатике. Это SSP, Supply Site Platform. Это платформа, которая работает на стороне паблишера и позволяет как можно выгоднее продать его инвентарь, то есть по наиболее высокой цене. Demand Site Platform. Это платформа, которая работает на стороне клиента и позволяет клиенту наиболее выгодно для себя купить рекламный показ целевому пользователю. Заведи его в свой этот самый скайп. Да, у нас. И ответь ему прям напрямую. Пробивается кто-то. Понимаешь, наверняка у него... Так, Олег, можете... Ага. Михаил, извините. Коллеги, выключите звук, пожалуйста, у себя. А, хорошо, ладно. Ну ладно, сейчас я... Дело в том, что я сейчас пишу конференцию по... Михаил... Мы подождем наших гостей. А, ну все, ладно, хорошо, мы перейдем. Хорошо, ладно. Давай. Так, я так понимаю, что Михаил закончил разговор и присоединился к нам. Да, коллеги, пожалуйста, прошу вас выключить ваши микрофоны для того, чтобы не прерывать нашу лекцию и можно было подавать информацию в едином объеме, чтобы не забиваться. Как я уже сказала, DSP — это Dimensity Platform, платформа, которая работает на стороне клиента и позволяет клиенту наиболее выгодно для себя покупать показ рекламы целевому пользователю. И DMP — это платформа, которая обрабатывает, хранит данные аудитории и собирает аудиторные сегменты, которые потом позволяют рекламодателю выявить своего целевого пользователя, то есть ориентироваться среди всех пользователей на тех, кому более интересна будет его реклама. Если говорить о процессе, как вообще происходит аукцион RTB, то все начинается с пользователя. Пользователь заходит на страницу сайта, и пока грузится эта страница сайта, происходит весь аукцион. Паблишер получает информацию о том, что его страница загружается и отправляет данные пользователя, обезличенные в SSP вместе с той стоимостью минимальной, по которой он хочет продать свой показ, свой инвентарь. SSP собирает все эти данные, понимает, что это за пользователь, что за площадка и какая цена должна быть минимальной, и отправляет эти данные в DSP. DSP получает данные, соотносит их с данными, например, DMP для того, чтобы соотнести пользователя с аудиторными данными, с аудиторными сегментами, получает всю информацию о таргетингах, о параметрах пользователя, у площадки, о стоимости, соотносит их, и отправляет рекламодателям, которых может заинтересовать такой показ. Рекламодатели принимают решение, хотят ли они выкупить такой показ, и отправляют в ставку, то есть ту стоимость, по которой они могут выкупить этот показ. SSP собирает от всех, DSP, прошу прощения, собирает от всех рекламодателей информацию и отправляет ее в SSP. Конечно, к SSP подключено много DSP, и она собирает информацию со всех игроков рынка, которые участвуют в данном аукционе, и выбирает ту ставку, которая является самой высокой, то есть самую высокую стоимость. Такой рекламодатель и побеждает. SSP запрашивает креатив его рекламы и отправляет его паблишеру. Соответственно, пользователь, когда догружает страницу сайта, видит именно рекламу того рекламодателя, который победил. При этом рекламодатель может заплатить как ту стоимость, которую он показал в своей ставке, то есть это был бы аукцион первой цены, так и стоимость игрока, который, грубо говоря, занял второе место на торгах. То есть, например, вы предложили 10 рублей, а тот, кто занял второе место, предложил 8 рублей. И вы платите 8 рублей плюс минимальная надбавка, либо 1 цент, либо 1 копейка. Это был бы аукцион второй цены. Сейчас в основном все аукционы проходят по второй цене, но постепенно переходят на первую, она более прозрачна. Также, кроме ценообразования, аукционы делятся на две модели по участникам. Первая — это Waterfall. Это та технология, при которой паблишер устанавливает приоритетность права на выкуп рекламного показа для тех игроков, которые подключены к нему. То есть, если у паблишера появляется свободный инвентарь для показа, он в первую очередь отправляет запрос на выкуп тем, кто находится выше в приоритете. Ну, как правило, это прямые продажи, либо прямые сделки программатик-директ. Если они не выкупают этот показ, то он отправляется в более приоритетном SSP. Если они не выкупают показ, то все отправляется дальше по цепочке. Такая модель является недостаточно выгодной для паблишера с точки зрения, что более приоритетный игрок, то есть более приоритетный SSP, например, она может выкупить показ по меньшей стоимости, чем выкупила бы менее приоритетный SSP. Но так как существует приоритет, та SSP, которая могла бы заплатить большую стоимость, она просто не получает этот запрос на ставку. В данном случае есть вторая модель аукциона, это хедер-биддинг. Это та модель, та технология, при которой паблишер дает одинаковые права на выкуп показа своего рекламного места для всех игроков, которые подключены к аукциону. То есть он одновременно отправляет всем SSP, всем рекламным сетям информацию о том, что у него доступен инвентарь. Соответственно, в аукционе побеждает именно та ставка, которая является самой высокой. И паблишер получает свою максимальную выгоду. Если говорить о нашей платформе, то GetIntent DSP – это как раз-таки Demand Site Platform, это платформа, которая работает на стороне клиента, и наша задача – как можно выгоднее выкупить рекламный инвентарь для показа рекламы целевой аудитории рекламодателя. Мы работаем со всеми медиаканалами, которые доступны сейчас программатик, это Desktop, то есть реклама показывается на ноутбуках и компьютерах. Это Mobile – это реклама, которая показывается в браузерах и приложениях мобильных устройств. Connected TV – это реклама, которая транслируется в подключенных к интернету телевизорах. И Digital Out of Home – это относительно новый для программатик медиаканалов, в котором через платформу можно выкупить рекламу даже на цифровых билбордах, которые находятся у нас на улице, либо в общественных местах, таких как торговые центры или бизнес-центры. Кроме медиаканалов, платформа DSP работает со всеми форматами рекламы, которые также сейчас доступны для программатик. Это такие стандартные форматы, как Display, Video, Native и нестандартные, о которых я более подробно расскажу, как брендирование, тот же Digital Out of Home, Connected TV. И кроме того, мы даже позволяем рекламодателям создавать необычные новые форматы. Например, Get Live – это если у рекламодателя нет возможности финансовые, например, сделать видеокреатив, то есть видео. Они могут создать видео с помощью изображений, то есть видео строится либо из контента сайта, либо из изображений. Это более выгодный вариант того же видеокреатива, оно работает так же и показывает ту же самую вовлеченность. Если говорить о необычных форматах, то в первую очередь я бы рассказала про премиум-формат. Это брендирование. По сути, весь фон страницы сайта брендируется рекламным сообщением рекламодателя. Я бы сравнила это с спонсорством. То есть это такой премиальный формат, который выделяет рекламодателя по сравнению с другими, и он 100% видимый. То есть пользователь, заходя на сайт, на эту страницу, он 100% видит рекламу этого рекламодателя. Причем она является такой ненавязчивой, имеет юзер-френдлий формат, то есть не отвлекает пользователя от основного контента сайта. Соответственно, она больше нравится пользователям и показывает большую вовлеченность и повышает имидж компании рекламодателя. Если говорить о видеорекламе, то нестандартным форматом является rewarded video, так называемое вознаграждающее видео. Оно доступно только в приложениях, и за просмотр такого рекламного ролика пользователь получает какие-то фичи. Например, он открывает ранее недоступный контент на сайте, если это в приложении, если это новостное приложение. Либо какие-то дополнительные возможности в приложении. Например, новую фитнес-тренировку, если это фитнес-приложение. Либо, ну, конечно, традиционно это было в мобильных играх, мобильную валюту, либо какие-то другие ништяки. Могу сказать, что этот видеоформат, он является наиболее, наверное, вовлекающим в приложениях, так как пользователь, он сам принимает решение просмотреть такую рекламу. И, во-первых, он ее видит, то есть повышается в ее обилитии, видимость рекламы. И, во-вторых, он, как правило, ее досматривает, то есть досмотры рекламы тоже бьют все рекорды. При этом пользователи любят такую рекламу, так как они получают призы. И если говорить о динамических креативах, это креативы, которые из набора отдельных элементов собираются индивидуально под каждого пользователя, исходя из его параметров, либо условий, точнее, и параметров, и условий, при которых они видят эту рекламу. То есть это может быть мужчина или женщина, они могут видеть рекламу днем или ночью, дождь, солнце, зимой или летом. И в зависимости от всех этих параметров, из различных элементов складывается тот креатив, который наибольшим образом отвечает этим условиям. Благодаря такой индивидуальной оптимизации под пользователей, под его условия реальности, динамические креативы получают наибольшую конверсионность и в результате снижают стоимость клика. Кроме динамических креативов, есть еще динамический ретаргетинг. Это рекламный механизм, который позволяет рекламодателю вернуть пользователя на свой сайт после того, как он его посетил, но не совершил целевого действия. Например, девушка была в онлайн-магазине одежды, смотрела платье, как у нас на картинке видно, и не купила платье, закрыла страницу, пошла дальше гулять по интернету. Реклама платья этого самого на этом самом сайте будет ее преследовать до тех пор, пока она не зайдет по этому рекламному сообщению на сайт обратно и не купит это платье. Мы поговорили о рекламных форматах и медиа-каналах, которые сейчас доступны для программатик, и для каждого из них существует свой собственный объем инвентаря. Что такое объем инвентаря? Это теоретическое количество показов, которые может выкупить любой рекламодатель, участвующий в аукционе. На этом слайде мы видим, что, ну вообще в принципе, соотношение объемов для наиболее распространенных рекламных форматов. Хочу отметить, что платформа GetIntense сейчас работает со всеми возможными поставщиками инвентаря, которые работают с программатик, и поэтому имеет доступ к полному объему инвентаря, который сейчас доступен в RTB, в аукционе. Что можно сказать этим? Например, если мы видим дисплей, на 304 миллиарда показов в месяц. То есть теоретически рекламодатель ежемесячно может выкупить до 304 миллиардов показов своего рекламного сообщения. Для рекламодателя это значит то, что он всегда имеет возможность найти свою наиболее целевую аудиторию и показать рекламу именно ей. То есть объем показов, объем инвентаря настолько широк, что всегда есть возможность скоммуницировать именно с тем, кого вы хотите видеть своим пользователям, своим клиентам. Показывать рекламу именно целевой аудитории помогают данные. Вообще выделяются три вида данных. Первый это FirstParty данные. Это те данные, которыми обладает сам рекламодатель. То есть, например, это список пользователей, которые заходили к нему на сайт. Либо это база его клиентов. CRM базы тоже подойдут как FirstParty данные. Второй вид это SecondParty данные. Это данные предыдущих рекламных активностей. То есть, например, вы провели рекламную кампанию и собрали, у вас есть определенный объем пользователей, которые совершили целевое действие. Например, кликнули на рекламное сообщение. Следующую рекламную кампанию вы можете провести, уже таргетируясь именно на этих пользователей. И эти пользователи являются вашими SecondParty данными. Кроме этого, такими данными мы называем данные от известных поставщиков инвентаря. То есть, например, есть такие платформы, как DataExchange, как, например, Flocktery, которые выкупают объем пользователей у определенных площадок. Ну, например, просто пример. Онлайн-магазин или сайт детского мира. Если вы таргетируетесь на молодых мамочек, да, либо на женщин с детьми, ну, в принципе, на тех, у кого есть дети, вам подойдет аудитория именно этого сайта. И вы знаете, что за паблишер дает вам эти данные, поэтому они являются более известными SecondParty. И FedParty данные — это данные третьих сторон, данные email-рассылок, платежных систем, тех же DMP. Они обезличены в том плане, что мы не знаем источников этих данных. И если говорить о нашей платформе, то она работает со всеми DataPartner, которые сейчас возможны в программатик. То есть такие известные деньги, как AmberData, iData, Viborama, CleverData и так далее. И такие DataExchange платформы, как в Flogtory. Это в совокупности дает нам более тысячи готовых аудиторных сегментов, которые позволяют вычленить из всей аудитории интернета тех целевых пользователей, которых хочет видеть рекламодатель. Сейчас, секунду. Но стоит отметить, что работая с программатик, важно опираться не только на аудиторные данные. Так как аудиторные данные — это данные от DMP. Каждый DMP имеет собственные алгоритмы анализа этих данных и может одного и того же пользователя, две раз на DMP могут одного и того же пользователя соотнести с различными и противоположными друг к другу аудиторными сегментами. Что хочется сказать на этот счет? У платформы есть собственные инструменты, такие как предикторы, которые позволяют предсказывать поведение пользователя. То есть эти предикторы, они обучаются на всей массе всех показов, которые произошли. Данные обезличены, но при этом они позволяют предиктору, то есть алгоритму обучаться и предсказывать, какой из пользователей будет наиболее целевым для вас, для рекламодателя. Поэтому, если вы заводите рекламную кампанию, то лучше делать сразу несколько стратегий и заводить стратегии не только по аудиторным сегментам, но и используя предикторы и другие платформные инструменты. Кстати, хочется сказать, что для того, чтобы работать с предиктором, важно задействовать такие инструменты, как пиксель. Это элемент кода, который устанавливается на сайт рекламодателей и позволяет считывать тех пользователей, которые пришли по рекламному сообщению на сайт. Соответственно, это обучает предиктор и платформу показывать рекламу именно тем, кто тоже перейдет по рекламному сообщению и тоже заинтересуется этой рекламой. И необходимо давать доступ в системы аналитики, такие как Google Analytics и Яндекс.Метрика. Эти системы аналитики позволяют просматривать постклик-показатели и вычленять именно тех пользователей, которые настолько заинтересовались рекламным сообщением, что выполнили какие-то целевые действия. Сейчас инструменты GetIntent and Disp позволяют прообразовать статистику из этих систем аналитики таким образом, чтобы платформа видела только статистику по своему каналу, то есть по каналу программатик. И не нужно открывать доступ к другим рекламным цепочкам. Такой инструмент в GetIntent называется Analytics Bridge. Мы плавно переходим к рекламной кампании, и я бы хотела рассказать этапы размещения рекламной кампании. Мы их выделяем четыре. Первое — это планирование, потом идет настройка рекламной кампании, размещение и оптимизация и отчетность. Планирование кампании — это базовый этап, без которого вы не достигнете максимальной эффективности. Почему? Потому что во время планирования вы определяете свои KPI, выбираете формат рекламы, в котором вы хотите показывать сообщения, медиаканал, через который вы хотите транслировать сообщения свою целевую аудиторию, и, учитывая все параметры, вы можете рассчитать теоретический объем доступного инвентаря, то есть теоретическое количество показов, которые вы можете выкупить, исходя из всех настроек таргетинга и всех параметров. Как раз в интерфейсе платформы есть те инструменты, которые вам позволяют это сделать и уже до старта рекламной кампании примерно представлять ее эффективность и стоимость клика и так далее. После того, как вы спланировали рекламную кампанию, вы приступаете к ее настройке. И, как я уже сказала, мы советуем задействовать несколько стратегий, несколько наборов таргетингов, несколько рекламных кампаний и при этом отключать те рекламные кампании, которые будут неэффективны, либо снижать их объем показа. Если говорить о таргетингах, то действительно важно делать несколько рекламных кампаний с учетом разных наборов таргетингов, настроек таргетингов. В платформе GetIntent сейчас более 50 настроек и самые такие распространенные я вывела на экран. В принципе, их настолько много, что всегда можно вычленить именно ту цель в аудиторию, которую вы хотите получить. Когда вы уже размещаетесь, вам важно постоянно оптимизировать рекламную кампанию. Мы советуем делать это не реже, чем раз в два-три дня. При этом существует два вида оптимизации – ручная и машинная. Ручная – это как раз-таки тестирование, то есть тестирование различных комплексов таргетингов, тестирование различных стратегий, форматов, креативов. От размера креатива тоже может зависеть на эффективность вашей рекламной кампании. Медиа-каналов и так далее. Кроме того, вы можете использовать два инструмента. Это Blacklist – это список объектов, который позволяет вам не рекламироваться на, например, площадках с подозрительным трафиком, либо недостаточно качественным контентом. И Whitelist – это список площадок, список объектов, на которых вы хотите таргетироваться и делать рекламное размещение. И могу сказать, что Whitelist – это хороший инструмент, но он сильно усложняет работу платформы. Почему? Потому что программатик – это таргетирование на целевую аудиторию. То есть вы покупаете показ именно своей целевой аудитории, а не на определенных площадках. А когда вы делаете Whitelist, вы сужаете это количество тех площадок, на которых вы можете разместить рекламу. И мы советуем лучше использовать Blacklist и убирать те площадки, которые являются для вас нежелательными, чем ограничивать возможность платформы найти вашу целевую аудиторию. Потому что мы никогда не знаем, где платформа найдет именно того пользователя, который станет вашим клиентом. И этот пользователь может быть далеко не только на тех площадках, которые вы выбираете в Whitelist. Кроме ручной оптимизации, есть еще и машинная оптимизация. Она базируется на предикторах, то есть на тех алгоритмах, которые, основываясь на данных платформы, позволяют предсказать определенные условия. Сейчас у платформы GetIntent есть четыре предиктора. Первый – это ClickPredicctor. Примерно по тому же алгоритму действует и ActionPredicctor. Эти предикторы предсказывают тех пользователей, которые с наибольшей вероятностью совершат целевое действие. Если это ClickPredicctor, то совершат клик по рекламному сообщению. Если это ActionPredicctor, то любое целевое действие. Например, досмотр видео. В юбилити-предиктор он выкупает те рекламные сообщения, которые будут отличаться высокой видимостью. То есть они самые видимые показы. Он выкупает самые видимые показы. И антифрод-предиктор он распознает и отфильтровывает фродовый трафик. Что такое фрод? Фрод – это любые мошеннические действия в интернете. И существует несколько симптомов, по которым можно распознать фрод. Их достаточно много, но я вам расскажу парочку из тех, которые я привела на слайде. Самые такие распространенные. Первое – это необыкновенно высокая аномальная скорость загрузки страницы и переходов с одного источника. То есть переходов внутри сайта, либо переходов по браузеру с такой скоростью, с которой пользователь не смог бы переходить. Например, постоянно меняет страницы. Либо это такие истории, когда вы показываете рекламное сообщение и показываете одному IP-адресу, одному куки, но при этом показ происходит по одной геолокации, а кликают на рекламное сообщение по другой геолокации. То есть, ну, понятно, что если это одна куки, она не может находиться в двух разных местах одновременно. Либо, например, когда вы таргетируетесь на рекламное сообщение по Москве, а кликают у вас из Нью-Йорка. Это тоже говорит о том, что сидит бот, а не реальный человек. Отфильтровать такой фродовый трафик позволяют антифрод-инструменты. У платформы GetIntent, например, привожу все с нашей точки зрения, с нашего примера, у нас есть два инструмента. Первый — это прибит антифрод, это тот самый антифрод-предиктор, который позволяет еще до размещения на основе предыдущих показов и тех данных, которые уже имеются в платформе, выявить того пользователя, который является ботом. То есть, когда вы принимаете решение об участии в торгах, такой антифрод-предиктор, он позволяет вам понять, что этот показ выкупать не нужно, там сидит бот. И второй инструмент — это пост-кампейн антифрод, то есть это аналитика, это встроенные верификаторы, сейчас мы работаем с Аблюксом, который позволяет уже проанализировать те показы, которые произошли, и в будущем отфильтровать те площадки, не показывать на них рекламное сообщение, где был выявлен фрод-роботность. Кроме того, платформа позволяет пробрасывать коды из других верификаторов, то есть мы принимаем любые сторонние верификаторы, мы этого не боимся. Если вы хотите проверить роботность, фродовость трафика, то у вас всегда есть все возможности для этого. И когда вы уже провели рекламную кампанию, вы должны оценить ее эффективность, то есть вы должны проверить отчеты, составить отчеты. Вообще рекламная кампания, она оценивается по показателям, по KPI. И для разных рекламных кампаний существует свои KPI, все зависит от тех задач, которые стоят перед рекламной кампанией. В основном это три задачи — это узнаваемость, увлеченность и лояльность. Узнаваемость — это охват, это медийные показатели, например, стоимость тысячи показов, стоимость тысячи просмотров и так далее. Если это вовлеченность, то это пост-клик показателей. Это те действия, то поведение пользователя, которое он показывает уже после перехода по рекламному сообщению на сайт. То есть это процент отказов, когда пользователь сразу закрывает страницу, либо это глубина просмотра или время на сайте, которое пользователь провел после того, как перешел на этот сайт по рекламному сообщению и так далее. Ну и та же роботность. И если задача рекламной кампании стоит лояльность, то такая рекламная кампания оценивается с помощью перформанс-показателей, то есть показателей, которые оценивают количество целевых действий. Например, когда пользователь перешел по рекламному сообщению и в итоге совершил заказ на этом сайте. Ну и после того, как я рассказала вам про экосистему программатик, про нашу платформу, про то, как работать с рекламной кампанией, я надеюсь, какие-то инсайты я вам принесла, я хочу подвести итог и плавно перейти к нашему следующему блоку, к блоку Надежды Маруевой, и расскажу, какие в целом задачи решает программатика. Ну, во-первых, это увеличение охвата и узнаваемости бренда. Почему? Потому что программатик позволяет вам выкупить огромное количество показов для вашей целевой аудитории. Причем показы идут именно на целевых пользователей, что улучшает качество контакта с аудиторией. То есть вы показываете рекламу не просто всем подряд, как если бы вы выкупали, например, определенное количество показов на определенной площадке, а вы показываете рекламу именно тем пользователям, тем людям, которые могут заинтересоваться вашим продуктом и которые являются вашими целевыми. Кроме того, вы тем самым оптимизируете стоимость медиазакупки. То есть, во-первых, вы выкупаете только целевые показы, во-вторых, вы каждый раз торгуетесь, вы сами устанавливаете ту стоимость, по которой хотите выкупить показ. И при этом программатик, он позволяет в режиме одного окна выкупить показы в различных форматах, на различных медиаканалах. То есть, работая с одной платформой, вы можете показывать рекламу как на билбордах, так и в интернете, на телефонах и в компьютерах, в приложениях, в браузерах, все вместе, и при этом вы работаете только с одним инструментом. Это такие основные задачи программатик. Кстати, от себя еще добавлю, что раз мы поговорили про антифрод, то программатик еще обеспечивает безопасность бренду, так как он отфильтровывает фродовый трафик, а он позволяет не рекламироваться на тех площадках, которые вы считаете ненужными для себя, подозрительными. Вот. Ну, это моя часть. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Буду рада ответить. Также у нас в конференции сейчас присутствует наш коллега Adops Manager, это технический специалист, который также может ответить на какие-то технические вопросы, если они у вас возникнут. Можно задать вопрос. Вот с стороны инвентаря какие показатели дает система для того, чтобы принимать решение о изменении каких-то параметров инвентаря? Так, я, наверное, передам вопрос как раз техническому специалисту. Сейчас, секунду. Егор? Да, да, я здесь. Меня слышно? Так, меня слышно? Алло, коллеги. Да, да, слышно. А, вот. Отлично. Да, Михаил, извините, я немного не понял ваш вопрос. Вас интересует, какой тип инвентаря, какие показатели рекламных компаний дает? Имеется в виду следующее. Вот, скажем, рекламодатель, он получает определенные параметры своей рекламной компании, по которым он может корректировать проведение компании, да, изменять параметры различные. А теперь, если мы, вот я, например, представляю сторону инвентаря, то меня интересует такой вопрос. Вот, например, мы начинаем работать в вашей системе. Какие параметры мы будем получать, из которых мы могли бы сознательно изменять свою площадку? То есть, ну, например, создавать страницы под определенные там ключевики, ну, дабы, как говорится, больше соответствовать спросу на рекламу вот в этой области. Я понял. Ну, смотрите, первоначально, если там вы как паблишер подключаетесь к нашей платформе, вы начинаете взаимодействовать с нашим supply-отделом, вот, какие-то именно технические моменты подключения вы обсуждаете с ним, и первоначально, ну, мы обсуждаем, какой тип инвентаря у вас есть, какие у вас ожидания от работы, что бы мы хотели увидеть, и проводим первоначальные тесты по всему вашему инвентарю. Вот, то есть, да, там вы даете, например, может, там какие-то вайт-листы свои на тест, либо там частную сделку прокидываете. Мы это тестироваем, ну, общаемся с вами в это время, понимаем, какие, может, есть проблемы, не проблемы, устраивает ли нас, там, такой трафик, там, и вас, такой выкуп. Вот, если все хорошо, вас подключают просто к платформе, и, ну, работаем. Вот, возможно, если там какие-то частные сделки у вас имеют очень хорошие, там, показатели по постклику, то их там дополнительно мы даже будем рекомендовать там нашим клиентам и дополнительно как-то использовать на компаниях, которые сами ведем руками. А скажите, пожалуйста, вопрос такой. Можно ли от вас получать некую статистику, ну, по определенной тематике, ну, к примеру, там, логистика или перевозки, по которой мы могли бы увидеть, что, например, нам следует доработать какую-то определенную подтему в этой тематике? Ну, узкие темы, наверное, достаточно сложно. Во-первых, ну, для начала хорошо бы, да, например, подключить вас к нашей платформе, запустить какой-то трафик, понять, ну, например, по итогам месяца, да, вот вы подключились, мы месяц отработали, по итогам месяца мы вам можем, например, сказать, например, какие тематики рекламодатели откручивались. Вот, и, ну, на основании этих тематик можно уже, да, что-то сказать, но прямо вот сходу сказать, как, например, тематика, логистика будет отрабатывать на ваших площадках, ну, достаточно сложно. Спасибо. Не за что. Спасибо. Так, есть еще один вопрос в чате, я вижу, возможно, тоже Егор сможет ответить на него. От Ивана. При использовании прибитой антифрода как изменится роботность Яндекса? Егор, ответите. Спасибо. Егор. Да, да, все, вижу вопрос. Ну, в целом, Яндекс сам дополнительно проверяет весь свой трафик. И, ну, по опыту, то, что мы проводим рекламные кампании, ну, если брать только SSP Яндекс, то по нему практически всегда минимальная какая-то роботность. Так, еще можно задать вопрос, да? Да, 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 конечно. Вот вопрос такой технический. При встраивании скрипта, вот, на инвентарь, насколько, значит, скрипт где грузится? После загрузки страницы или все-таки обязательно, как говорится, в самых ранних этапах? То есть вопрос, собственно, следующий. Насколько требования по размещению скрипта будут понижать показатели скорости загрузки сайта? Понял. Ну, смотрите, если скрипт, например, тот, который ставит рекламодатель на отслеживание рекламных кампаний, то он грузится, ну, произошел, например, показ, загрузился сразу скрипт. То есть на самых ранних этапах. В целом, они никак вообще не влияют на скорость загрузки страниц. То есть они, ну, настолько, ну, ничего не весят и не требуют ресурсов, что фактически никак не влияют. Спасибо. И, видимо, шоу, даем Надежде, Надежде Мороевой. Надежда, слышите ли вас? Подключайтесь и открывайте вашу презентацию. Да, коллеги, всем добрый день. Еще раз представлюсь. Меня зовут Надежда Мороева. Я генеральный директор компании Гидатент. И сейчас мы расшариваем мою часть презентации. Так, и начинаем. Ну, я хотела бы сегодня с вами поделиться общим видением текущей ситуации на рекламном рынке и место программатика во всех текущих реалиях. Начнем, наверное, с основного тезиса, который я хотела бы провести красной линией через свою короткую речь. Тезис заключается в следующем, что в любой кризис все явления, которые набирали темпы до, они будут только усиливаться. Те же явления, которые уже угасали, они еще быстрее будут уходить с рынком. Кто-то сталкивается с кризисными проявлениями впервые, но большинство все-таки и здесь присутствующих, я думаю, помнят кризис 2014-2015 года, кто-то 2008, а кто-то, может быть, 1998. Но, так или иначе, это утверждение актуально для любого сложного экономического периода, через который мы уже проходили, через который будем проходить. И так как мы коснулись темы трендов, давайте посмотрим, что же сейчас происходит в мире в направлении программатикам. Левый график нам говорит о том, что 93% рекламных агентств во всем мире закупают рекламу через программатик, а 80% покупают с помощью конкретного технического решения DSP. Следующим шагом давайте посмотрим на американский рынок. К слову, американцы – это законодатели технологий, это тек-моды. И американские коллеги нам говорят о следующем. Данные, кстати, все и маркетеры, публичные, можете меня перепроверить. И говорят о следующем, что развитие программатика, вот в абсолютном выражении цифры, которые здесь представлены, это миллиарды долларов. И цифры как бы растут от года к году очень долго, поступательно, и тренд только набирает свою силу. То есть потолка мы еще пока не видим, то есть от года к году цифры все больше и больше. И несмотря на все внешне сложные обстоятельства, которые сейчас как бы охватывают не только Россию, но и весь мир, это направление будет расти и в этом году, и в следующем. И в противопоставлении этим двум тезисам, давайте посмотрим, что нам говорит сейчас Ая Праша. Коллеги провели исследование по итогам первого квартала 2020 года. И что мы сейчас видим? На графике есть сравнение данных первого квартала 2020 года с аналогичным периодом прошлого. И мы видим, что контекстная реклама, перформанс-инструменты и онлайн-видео, они продолжают свой рост. Немножко подснизился у нас брендинг и баннерные размещения, но здесь сложно делать выводы, насколько это устойчиво будет падение. Пока очень похоже на временную волатильность. Скорее всего, там уже может быть в третьем-четвертом кварталах ситуация снова вернется в нормальное русло, и в целом направление диджитала, как отдельного медиа, будет расти. И, наверное, сделаю еще одну небольшую ремарку по поводу определения программатики. Программатика, мы сейчас не говорим про это как про медиа, мы говорим про программатику как про инфраструктуру, как про транспорт, способ доставки рекламного сообщения. И здесь Наташа в своей презентации очень подробно расписалась, что множество каналов, множество типов инвентаря, множество платформ может быть закуплены именно через программатики инструменты. Давайте-ка бы отталкиваться от того, что программатика — это транспорт. Двигаемся дальше. Если посмотреть на поведение пользователей в текущем моменте, у нас есть интересные данные, которые удалось найти. В Италии онлайн-трафик у нас вырос на 70%, во Франции, Россия, США — 20-30%. Но это плюс-минус очевидные истории. Люди оказались заперты в своих домах, и, безусловно, каким-то образом им нужно проводить свободное время. А где его проводить, кроме как онлайн? Мы видим рост онлайн-потребления, что тоже довольно хороший сигнал для того, чтобы перераспределять свои медиасплиты. И если рекламодатель еще не уделял должного внимания диджитал-каналу, то сейчас самое время это сделать. По потребительским изменениям мы посмотрели, как себя сейчас в целом чувствует рынок, и наложили это на те рекламные бюджеты, которые мы сейчас видим у нас в платформе. Здесь, наверное, тоже не открою каких-то супер-инсайтов, но давайте все же пройдемся по этим основным категориям. Из тех категорий, которые у нас растут, что мы сейчас видим? Безусловно, это продукты питания, это средства бытовой химии и личной гигиены, это лекарства, причем лекарства как связанные с лечением вирусных инфекций, так и совершенно не связанные. Это мелкая бытовая техника, весь иком, ритейл и онлайн-сервисы. К ним здесь мы можем отнести онлайн-образование, домашнее развлечение, онлайн-кинотеатры и так далее. И спорт-товары. Спорт-товары здесь имеются в виду несравнимы с предыдущим уфлайн-потреблением, а именно если сравнивать с онлайном до карантина и после. Если подытожить и объединить эти категории, то здесь категории, которые связаны с товаром первой необходимости и с безопасностью. Это абсолютно логичное поведение покупателей, пользователей. Опять-таки, для большинства нашего населения России это не первый кризис, не первая ситуация, в которой им приходилось, ну, людям, я имею в виду, делать какие-то закупки, срабатывать некая генетическая память прошлых кризисов. И первым делом люди идут закупать продукты питания и товары первой необходимости впрок. Сейчас вроде тревожные состояния начинают постепенно спадать. Уже понятно, что в целом логистические цепочки у нас не разрушились, товары на полках есть. И сейчас ритейлеры, офлайн-ритейлеры говорят, что средний чек продолжает, замедляет свою динамику, да и возвращается к нормальному состоянию до коронавирусного. И то, что у нас падает, какие категории у нас сейчас оказались в самом сложном положении, безусловно, это весь сегмент офлайн-развлечений. Это кафе, рестораны, это кинотеатры. Это все, что связано с путешествиями. Это тур, путевки, аренда жилья, билеты на самолеты и поезда и так далее. Офлайн-услуги, кроме продуктового ритейла, имеется в виду, и мелкие бытовые услуги, а также вся бьюти-индустрия услуг. Вот, безусловно, как бы сейчас эти категории испытывают ожесточающий кризис, и они одни из наиболее пострадавших. Автомобильный сегмент сейчас тоже приостановил всю свою активность, ну или почти всю. Это связано с несколькими факторами. В первую очередь связано с тем, что закрыты дилерские центры. Вроде сейчас уже начинают появляться новости, что в каких-то регионах идут послабления, и скоро это все откроется. Когда это откроется в Москве, пока непонятно. Подождем, посмотрим. А второй фактор, который негативно повлиял на автомобильный сегмент, это вот здесь как раз тот кластер, который все-таки затронуло нарушение этих логистических цепочек, непрерывности поставки узлов и агрегатов для сборки автомобиля, либо отдельных запчастей к ним. Это то, что нам сейчас говорят автопроизводители, но относительно тоже позитивно, как бы они смотрят будущее, как только снимут ограничения, именно физические, на перемещение товаров и на доступ пользователей, покупателей в дилерские центры, они прогнозируют реализацию отложенным спросом. И отдельной строкой у меня здесь выделены товары премиум-класса. Наверное, жестко сказать, что эта категория прям явно падает, было бы лукавством, но тем не менее, как мы видим в целом, что практически каждое домохозяйство, оно пересмотрело свой подход к потреблению. И те товары, которые не относятся к товарам первой необходимости и крупные дорогостоящие покупки, они были как минимум отложены. То есть нельзя сказать, что люди совсем от этого отказались или откажутся в будущем, но временный пересмотр, как бы сейчас он заметен и по активности рекламодателей этого сегмента. И давайте более предметно, подробно посмотрим, как рекламодатели биогируют уже на конкретных действиях. Самое первое, наверное, что хотелось бы отметить, это сократился горизонт планирования рекламных кампаний. Это абсолютно оправдано и очевидно, и мы разделяем и поддерживаем этот подход компании, потому что очень сложно сейчас прогнозировать что-то на год, на полгода и даже на квартал. Сейчас единственный правильный подход действовать по ситуации, запускать рекламные кампании по флайтовам. И, естественно, эти рекламные бюджеты получают те компании, которые смогли также перестроиться и гибко отвечать на запрос рекламодателей. Следующий пункт, который я хотел с вами обсудить, это тот факт, что все больше компаний уделяет внимание перформансу своих рекламных кампаний. Здесь, наверное, чуть пошире можно продвинуть границы этого перформанса, то есть это не перформанс, но в классическом понимании получения заказов либо каких-то сложных лидов. В целом, стали рекламодатели больше уделять внимание эффективности своих компаний. Если, допустим, мы говорим про имиджевые рекламные кампании, то уже явно недостаточно просто охвата на заданной частоте над целевой аудиторией. Рекламодатели хотят видеть, как именно контактируют пользователи с рекламным сообщением, то есть количество плюс качество, что происходит после клика, а как пользователи досматривают, а как моя реклама была видна, ну и так далее. Очень много вопросов, и на них, безусловно, нужно иметь готовые ответы. Также в имиджевых компаниях мы замечаем смену креативной стратегии. То есть большинство рекламодателей, в особенности те самые продвинутые рекламодатели, которые чувствуют текущую ситуацию, они поменяли креативы, сделав больший акцент на социальную ответственность, на помощь и поддержку в текущей ситуации от бренда. Тем самым они формируют релевантный ответ на актуальный запрос с аудиторией. По опыту прошлых кризисов рекламодатели также очень хорошо усвоили очень простой урок, что если они уходят из поля зрения, особенно в тяжелый для покупателей, потребителей период, то им потом очень сложно нарастить долю рынка, докризисную, и снова завоевать лояльность своей аудитории. Сейчас мы наблюдаем, что прям прерывов рекламных компаний нет. То есть бренды, которые планируют развиваться и дальше, они поддерживают свою аудиторию, они ведут диалог со своими покупателями, потребителями. Многие бренды сейчас, понимая, что меняется подход к потреблению, они пробуют запускать даже новые продукты и занять свое место в потребительских корзинах пользователей. Кстати, интересный факт, то, что сейчас тут, которые отмечают ритейлеры, то, что потребительские корзины сейчас увеличились. То есть стандартный набор обычного оплывателя, он расширился, потому что у людей осталось не так много развлечений, и одна из самых доступных, это еда, например, приготовление еды. Сейчас многие люди экспериментируют в этом направлении, а для брендов продуктовых, которые производят продукты питания, это очень хорошая возможность занять это место в экспериментальном сегменте этой потребительской корзины, а по выходу из кризиса остаться в ней надолго, если не навсегда. И давайте подводить кратко итоги, почему же брендам нужны программатики, и почему именно сейчас. Запрос, который мы сейчас видим, это поиск целевой аудитории, ту задачу, которую хочет решать рекламодатель. И, безусловно, у нас есть на это очень простой и понятный ответ, то есть базовая, дефолтная комплектация DSP, программатик решения и конкретный GitIntent, она, безусловно, настроена именно на это. Возможность охватить целевую аудиторию, сконструировав количество таргетингов таким образом, чтобы стрелять точечно в каждого человека, который нам нужен. Рекламодатели хотят видеть более гибкие инструменты. Мы скользко уже коснулись, что от нас сейчас хотят. Быстрый старт, оперативная корректировка в реал тайме, возможность остановить рекламную кампанию, быстро ее запустить. И, конечно, рекламодатели сейчас никак не готовы слышать слово штрафы за отмену брони. И программатик, в принципе, никогда такими понятиями не говорил, поэтому сейчас программатик оказывается самым гибким инструментом для такого оперативного запуска рекламных кампаний. Нужны инструменты оптимизации стоимости. Что это значит? То есть мы с вами говорим, что есть несколько моделей закупки, например, по стоимости тысячи показов, либо по стоимости за клик, либо по стоимости за досмотры видео. И все это есть в нашей платформе, но особое внимание хотела бы уделить тому, что есть вещи, которые вынесены в клиентский интерфейс, которые мы говорим рекламодателю, но есть еще огромный пласт технологий, которые находятся под капотом, которые автоматически настраивают и оптимизируют рекламную кампанию таким образом, чтобы рекламодатель четко получал тот результат, который он ожидает видеть. При всех перечисленных требованиях, безусловно, бренды ни в коем случае не готовы отказываться от тех жестких рамок по безопасности бренда, по безопасности окружения. То есть сейчас особенно важно исключить нежелательное соседство с некачественным контентом. И такие инструменты, безусловно, тоже есть, например, контекстуальный таргетинг, благодаря которому рекламодатель может в негативный таргетинг убрать те категории, которые ему не нужны. Например, не соседствовать с политическим контентом. Это делается в два клика. Либо наоборот, выбрать те категории, на которые он хочет таргетироваться, и не на какие другие. Это тоже очень простая настройка, как бы делается также в два клика. И про фронт, Наталья подробно рассказала, раскрыла эту тему. Действительно, у нас есть внутренние антифрут-инструменты, которые на входе отсекают трафик, который платформа считает подозрительным. Таким образом, ни одного показа не происходит на таком инвентаре. Ну и, безусловно, нарастает требовательность и желание рекламодателей видеть, что происходит с его рекламной компанией и контролировать каждый шаг. Убедиться, что все сделано так, как того требует задача, и убедиться, что нигде нет скрытых комиссий и дополнительных наценок. И здесь тоже, наверное, стоит отметить, что GitIntent он в основе своей, опять-таки, по дефолту, он предполагает две модели взаимодействия. Одна из них это самостоятельное ведение рекламных компаний, так называемый селл-сервис. Он предполагает создание личного кабинета для рекламодателя, к этому кабинету мы даем логин-пароль, обучаем рекламодателя либо рекламное агентство, и дальше все управление полностью в руках рекламодателя. Если же нет возможности, нет свободных рук, нет ресурсов вести самостоятельно, то здесь мы полностью готовы это забрать на свою сторону и взять введение рекламных кампаний на себя. У нас есть профессиональная команда, которая это может делать, и даже в этом случае платформа не превращается в black box. То есть мы даем доступы просмотровые, чтобы рекламное агентство либо рекламодатель могли убедиться, что все идет по плану, посмотреть в любое время, в любом разрезе, столько, сколько необходимо, самостоятельно убедиться, что у нас все под контролем. И в целом, мы сейчас формируем антикризисные такие меры, и одной из таких мер является предложение нашей помощи, помощи нашей команды, тем компаниям, которые по каким-то причинам столкнулись с дефицитом производственных мощностей, просто не хватает рук. Потому что все сейчас отмечают, что нагрузка выросла, несмотря на то, что все сейчас на удаленке, казалось бы, что это должно немножко расслабить наши коллективы, команды, но нет, все отмечают, что работы стало больше. И в этой ситуации мы готовы стать тем помощником, который возьмет на себя часть этой работы. Важно отметить, что без всяких наценок. Мне кажется, это тот период, когда нужно приходить друг к другу на помощь для того, чтобы в целом минимизировать потери в отрасли в целом. И, наверное, подводя итоги, я хотела бы вернуться к первоначальному тезису, с которого мы начали, что кризис способствует востребованности тех инструментов, которые развивались и до него. И программатик остается одним из таких инструментов, так как уже доказал свою эффективность, и дальше он будет только расти и развиваться. И в целом мир уже давно изменился, кризис и коронавирус это только триггер, который нам позволяет это сейчас более явно осознать. Все процессы, которые развивались до, они просто получат дополнительный импульс. И так как мы наблюдали, что диджитал у нас растет на протяжении многих лет, значит, эта история усилится, а внутри диджитал росла категория программатик, закупка через программатик, значит, эта история также будет увеличиваться. и мы сейчас с вами убедились, что в целом в программатике конкретных GIT-Intent, в DSP-GIT-Intent есть ответы на те самые актуальные запросы, которые сейчас беспокоят рекламодатели, рекламные агентства. На этом, наверное, я завершу. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, была полезная информация. Если есть какие-то вопросы, я готова сейчас на них ответить. Да, Надежда, спасибо за выступление. Скажите, в презентации был раскрыт вопрос, точнее, параметр, какие отрасли падают, какие сегменты падают сейчас. Что с программатиком будет дальше, когда все мы выйдем с условий самоизоляции, с карантина, с пандемии? Что будет дальше? Вот изменится ли как-то программатик будет ли какой-то слом, будет ли расти какой-то новый сегмент, будет ли какие-то изменения? Будет рост? То есть слома как бы нет, как бы однозначно не будет. Давайте просто еще раз, да, программатик это не медиа. Просто сложно его сломать и сложно его закрыть. Это канал доставки, это способ доставки. Поэтому дальше программатик просто будет расширяться на более широкий спектр медиа. Если мы начинали с обычного веб-диджитала, где у нас были баннеры, потом туда пришли видео, пришел видеоинвентарь, потом появился Native, потом стала доступна закупка смарт-ТВ-инвентаря, следом Digital To.com, дальше на очереди и другие каналы и миди, которые просто будут использовать эту технологию для более удобной доставки своего инвентаря, рекламодатели будут использовать для доставки своего рекламного сообщения. Поэтому это некий фундамент, базовая архитектура нашего нового диджитал-мира. Хорошо, спасибо. Есть ли свои какие-то дополнительные вопросы, уточнения, которые вы хотели бы задать нашим спикерам? Ну что, друзья, если вопросов не осталось, тогда я хотела бы всех поблагодарить за внимание и уже отключиться. так, вот в чат все услышали, что хотели. Хорошо, коллеги, спасибо за выступление, Надежда, Наталья, спасибо за участие в нашем небольшом вебинаре в рамках цикла автоматизации маркетинга. Будем рады вас видеть, желаем вам здоровья, что сейчас, кстати, самое главное для всех. Ну и будем рады вас видеть у нас в сентябре на нашей конференции. Спасибо участникам, спасибо за ваши вопросы, тоже будем вас рады видеть на наших следующих вебинарах и на конференции в сентябре. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Счастливо.